Друзья, сегодня хочу показать как из старых масляных фильтров сделать неубиваемые диски по дереву для ОШМ. Это топорище, дубовую тарелку и ложку я сделал на скорую руку пока тестировал диски. И чтобы никто не говорил что топорище можно вырезать лобзиком, а посуду не делает из дуба, хочу пояснить. Видео не о том чем можно сделать и из чего, а о самодельных дисках, которыми можно делать быстро и качественно реально полезные и даже уникальные предметы одной лишь болгаркой. Кроме того проведем серию тестов на тему безопасности, где сымитируем попадание на гвозди. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Масляные фильтры я обычно выбрасывал, поэтому заехал в ближайший автосервис. Фильтры отличаются по размеру, конструкции и посадочной резьбе. Было бы здорово если бы фильтра подходили к ОШМ по резьбе, но таких в природе нет. Поэтому крепить будем гайкой. От фильтра нам понадобится только тарелка из толстого металла. Чаще всего корпуса завальцовывают и садят на точечную сварку. С одной такой тарелки при вареной жести я отодрал. Как оказалось не лучшее решение, потому что тарелку можно согнуть. На тарелке, которая немного больше, часть корпуса я оставил. Сточив лишнее зачистным диском. Попадаются фильтра, у которых тарелку можно снять отверткой. Теперь смотрите. Некоторые тарелки садятся в паз стандартной гайки без люфта. Это хорошо. Но есть и такие, которые на миллиметр меньше. Первое что можно сделать это взять старую гайку от УШМ. Поставить на болгарку и подогнать диском по металлу под посадочный размер тарелки. Если запасных гайка от УШМ нет, сгодится и обычная гайка. Точно так же накрутим на УШМ и с одной стороны сточим на конус. С другой сделаем паз под диск. Теперь самое интересное. Берем несколько каленых саморезов, обрежем шляпки и сточим до полукруга. Саморезы будут выполнять функцию режущего зуба и их нужно приварить. Для удобства оденем тарелку на какой-либо болт и зажмем в тисках. Варить будем под небольшим углом. Лишнее обрежем. Обязательно прихватим с торца. Чтобы не было биения снимем лишнее и облагородим. Получился вот такой симпатичный диск. Еще немного теории для понимания. Обороты у болгарки высокие. Поэтому к маленьким дискам приварил по четыре самореза. К среднему шесть. А этот диск я сделал год назад из старой алмазной чашки. Оптимальное количество саморезов подбирается опытным путем. Прелесть таких дисков в том, что их можно точить, в отличие от магазинных и наваривать новые саморезы. В комментариях к старому видео пары от дивальников описывали жуткие картины. Дескать если такой диск попадет на гвоздь может оторваться саморез и застрять в кишках. На мой взгляд больше шанса умереть от молнии чем случится такое. Потому что одна капля сварки держит нагрузку в 500 килограмм. Я же провариваю саморезы с трех сторон да еще и под углом чтобы снизить нагрузку. А что случится при встрече с гвоздем мы скоро узнаем. А сейчас приступим к испытанию. Но прежде рекомендую подписаться чтобы не потеряться. Ложка дегтя в бочку с медом. У маленьких дисков есть маленький недостаток. Гайка которая торчит по центру. Из-за гайки рабочая поверхность маленького диска ограничивается парой сантиметров. Несмотря на это он очень шустрый. Лучше других подходит для художественной выборки. Можно с ним фаски. Делать четверти. Чистить кору. И так далее. Средний диск мне тоже понравился. Рабочая поверхность больше трех сантиметров. Как и маленький легко контролировать. Не теряет обороты. Не зарывается в древесину. И не вырывает УШМ из рук. Большую часть дубовой тарелки вырезал этим диском. У диска который сделал год назад из старой чашки по бетону гайка утоплена. Это большой плюс. Диаметр диска 125 миллиметров. Благодаря чему он может обрабатывать большие плоские поверхности. Но это и минус. Потому что УШМ испытывает более высокие нагрузки. Не скажу что это очень плохо. Но за нагрузкой нужно следить чтобы не сгорело. Я опробовал каждый диск при изготовлении дубовой ложки. И кстати эту дубовую ложку я сделал год назад диском на 125 миллиметров. Сегодня с уверенностью могу сказать что маленьким диском ложки делать проще. Для тарелки я выбрал не совсем удачную заготовку. Тем не менее видно что диски могут делать выборку не только вдоль волокон, но и поперек даже в твердой древесине. Благодаря трещинкам и не идеальной ровной форме тарелка только выигрывает. Складывается впечатление что это старинная вещь ручной работы. Согласитесь результат заслуживает лайка. Делать топорище из березок поленьев одно удовольствие. С формы не мудрил. Лишнее надрезал трезубым диском по дереву. И сколол. Менее чем за 20 минут придал топорищу форму. Опилки достаточно мелкие. По рукам не секут, но работать лучше в очках. Финишную шлифовку сделал лепестковым диском. А мелкие неровности по старинке снял стеклом. Для хорошего топорища выбрал хороший топор. Помните как я делал на нем рисунок? Как делать травление и вранение металла я рассказал в другом видео два года назад. Если вы хотите посмотреть на полный цикл изготовления тарелки, большой ложки или топорища пишите в комментариях. Сверстаю еще один ролик. А мы приступаем к вандальным испытаниям. Забьем сотый гвоздь в сосновый брус и начнем делать выборку. Чистую древесину режет как масло. Попробуем на гвозде. Немного буксует, но миллиметров пять сточили. Как бы дальше не идет. На чистой древесине тоже начал буксовать. Посмотрим на диск. Саморезы процентов на 70 облысели. Измеряем гвоздь. На шесть с половиной миллиметров стал короче. Давайте сравним с целым. Вот на сколько стал короче. Не переключайтесь это еще не все. Магазин и диск после таких тестов можно выбросить. Мы же свой диск снимем и как говорится на коленке нарежем заново насечку обычным диском по металлу. И снова можем заниматься выборкой. Наверняка кто-то из зрителей задаст вопрос на тему балансировки. В начале видео я сказал что лишнее нужно снять и облагородить диск чтобы не было биения. На самом деле за несколько лет я сделал шесть разных дисков для выборки и ни у одного из них не было биения. Хотя о том что такое биение я знаю не понаслышке. Одной из причин нормальной балансировки самоделок считаю вес диска. Они на порядок легче заводских, а наваренные кусочки саморезов одного размера и достаточно мелкие. Думаю именно поэтому проблем с балансировкой не возникает. Тот кому сложно в это поверить может проверить сам. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если самоделка понравилась не забудьте поддержать лайком или дизлайком и подписаться на мой канал.